Новости на информационном канале Севастополя в студии Алевтина Игнатьева. Здравствуйте. Президент России дал интервью одному из австрийских каналов накануне рабочей поездки в Вену. В ходе общения Владимир Путин обозначил позицию нашей страны по ситуации на корейском полуострове в Сирии и Украине. Также глава государства ответил на провокационные вопросы о Крымском полуострове. Что должно произойти, чтобы Россия вернула Крым Украине? Нет таких условий и быть не может. Когда на Украине произошел антиконституционный вооруженный переворот, захват власти с помощью силы, а наша армия находилась в Крыму на законных основаниях, по договору там находилась наша военная база. Севастополь – гордость России. Так наш город назвала глава Совета Федерации Валентина Матвиенко. Председатель Верхней Палаты Российского парламента в Крыму с рабочим визитом. Вместе с губернатором Севастополя Дмитрием Овсяниковым Валентина Матвиенко поздравила детей оздоровительного центра ЛАСПИ с открытием первой смены. Посетила сосудистый центр и провела совещание по социально-экономическому развитию Севастополя. Подробнее в сюжете. Первый пункт рабочего визита в Севастополь – детский оздоровительный центр ЛАСПИ. И здесь праздник открытия первой смены. Торжественная линейка на площадке перед обновленными, открытыми в этом году после капитального ремонта корпусами для круглогодичного пребывания детей. Почетный гость – спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Желает детям с пользой провести это лето. Конечно, вы обратили внимание, что взрослые губернатор Севастополя Дмитрий Владимирович, власти Севастополя, руководители центра старались, чтобы к началу лета создать для вас хорошие, комфортные условия теперь уже вот в этом обновленном, красивом лагере. А главное, что есть большие планы по дальнейшему развитию этого центра, чтобы он был круглогодичный, чтобы здесь был центр для одаренных детей, насколько я знаю планы. Но каждый из вас одаренный, я в этом абсолютно уверена, каждый из вас талантлив. Только надо трудиться, чтобы этот талант раскрыть, чтобы показать, без труда в жизни ничего не добьешься. И я уверена, что вы замечательно здесь проведете время. Два года лагерь не работал, открылся в прошлом году. Тогда здесь могли отдохнуть около 200 детей в смену. В этом после открытия новых корпусов уже полтысячи ребят за смену. Кроме капитального ремонта зданий, здесь полностью заменили коммуникации, возвели подпорные стенки, отремонтировали лестницы, тротуары, дорожки, установили новые скамейки и урны, привели в порядок газоны, закупили дополнительное оборудование для тематических смен. ЛАСПи должен стать лагерем с творческой и образовательной программой. Свои предложения и коррективы в его работу будут вносить дети. Мы, конечно, и дальше будем развивать лагерь. Я хочу попросить всех ребят, каждый отряд, по окончании смены дать предложения, оставить в книге предложений, какие кружки, какие направления, что нужно сделать, где что-то нужно отремонтировать, вдруг встретили, попросим исправить недостатки, или что нужно, вдруг, комплектовать. Я хочу, чтобы вы, все побывав в этом году, маленькие, постарше, в следующем году обязательно хотели вернуться в лагерь. Валентина Матвиенко вместе с Дмитрием Овсяниковым осмотрели один из обновленных корпусов, пообщались со школьниками. Ремонтом остались довольны, условия действительно комфортные, дети подтвердили, перемены кардинальные. В ЛАСПе построят еще и школу, учить детей будут по нескольким направлениям, в частности, для гуманитариев создадут медиа-центр. Второе направление – это эколого-спортивное, это туристические тропы, это скалодром будет построен, это ночевка в палатках. И третье направление – это техническое, это служба Севастопольским государственным университетом. После того, как здесь будет сделана школа, здесь будут лаборатории, здесь будет возможность привлекаться техническим направлением. Таким образом, на базе ЛАСПе будет создан круглогодичный центр для одаренных детей. Через два года планируется, что здесь в одну смену будут отдыхать уже 750 человек. Был заброшенный, заброшенный, может быть, даже умышленно, очень хороший, выгодный такой кусок на берегу моря. Ну вот, нет лагеря, и все, можно там заниматься коммерческими делами. Именно губернатор инициировал вопрос о восстановлении этого лагеря и сохранении его функции как центра для отдыха детей. И не просто инициировал, а организовал работу по капитальному ремонту, реконструкции действующих корпусов, составили план развития этого детского центра. Замечательный, редкий уголок на берегу моря, он отдан детям. Об образовании и не только говорили на совещании по вопросам социально-экономического развития Севастополя до 2024 года, которое провела Валентина Матвиенко. В послании Федеральному собранию Совету Федерации в майских указах президент Владимир Путин поставил задачи для страны и власти. И это должен быть прорыв во всех сферах. Есть конкретные цели, и реализовать их в том числе должны власти регионов. Должны быть разработаны конкретные планы реализации этих стратегических задач, с тем, чтобы достичь конкретных показателей. Как вам видится руководитель Севастополя, губернатору Дмитрия Владимировичу Полодому, Таласеву, выщемуся в бои, команде губернатора, законодательного собрания депутатов, как вам видится стратегия развития боя? В частности, средняя продолжительность жизни в Севастополе должна быть не меньше 78 лет. Должны вырасти доходы горожан, уровень бедности снизится в два раза. Успехи у нашего города есть по многим направлениям. Дорогие, безусловно, идут позитивные изменения, идет позитивное движение. Такое движение есть и по строительству детских садов, и по строительству школ, и по ремонту дорог, и медицинских учреждений. И сейчас то, что планируется построить здравоохранение. Конечно, есть проблемы. И организационные, и технические, не так все просто. Проектных мощностей нет. Подрядных организаций добросовестных мало. Срывают там сроки. И все. Но вот сейчас уже вот эта машина, она поехала. Надо набирать обороты, надо ускоряться. И главное, что я почувствовала, что у ламинатора есть понимание, как это делать. Поэтому всем надо активнейшим образом подключаться в эту работу. В 2024 году Россия должна войти в пятерку крупнейших экономик мира. Валентина Матвиенко отметила экономические успехи нашего города. Всего два региона – Севастополь и Сахалин – не имеют госдолга. Кроме того, Севастополь поднялся на 8 ступеней в рейтинге социально-экономического развития субъектов России и вошел в первую пятерку регионов под динамики развития. Губернатор Дмитрий Овсяников Овсяников рассказал о стратегии развития города. Одно из важнейших направлений работы и приоритет для правительства – модернизация системы здравоохранения. Будет проведен ремонт и реконструкция 22 лечебных учреждений. Построены новые 13 объектов. Они все перечислены. Мы аудит через Минздрав России прошли. То есть мы понимаем масштаб нашей работы. Он посчитан полностью. Утвержден дорожный кард. Среди них такие необходимые объекты, как больница скорой медицинской помощи, онкологический центр, инфекционная больница, строительство которых начнется уже в этом году. Для привлечения в город высококвалифицированных специалистов, в том числе в области медицины, необходимо решить вопрос с доступностью жилья. Темпы жилищного строительства в Севастополе должны вырасти до 400 тысяч квадратных метров в год. У Севастополя огромные ресурсы для развития. И над этим необходимо работать во всех отраслях экономики. Но начало положено, несмотря на трудности перехода из украинского периода. Проведена колоссальная уже организационная техническая работа по реализации тех проектов и планов, которые есть у Севастополя, в том числе проектов, включенных в федеральную целевую программу. И в целом у меня сложилось хорошее впечатление от того, что руководство Севастополя видит проблемы, знает их, работает над ними. И главное, имеет четкое понимание приоритетов на ближайшую перспективу, включая до 2024 года, развития. Вот мне кажется, что каждый год будет приносить жителям Севастополя хорошие новости о построенных школах, больницах, дорогах и так далее. Нужно понимать, что это большая мера ответственности правительства Севастополя реализовать задуманные планы. И благодаря поддержке Валентины Ивановны, Советы Федерации, где представлены все субъекты Российской Федерации, мы это сделаем. Эти же задачи сейчас поставлены президентом перед всеми субъектами Российской Федерации. На совещании обсудили благоустройство города, привлечение инвестиций, модернизацию энергетической и транспортной инфраструктуры. До октября этого года правительству Севастополя необходимо актуализировать стратегию развития города до 2024 года с учетом новых задач. Марина Кравцова, Деливер Меджитов, информационный канал Севастополя. Для жителей и гостей полуострова летний сезон обещает быть интересным. По данным одного из туристических сервисов, Крым возглавил рейтинг регионов России, где проходят самые интересные летние фестивали. Развлекательные мероприятия на полуострове оценили 38% пользователей. На втором месте оказалась Тверская область, у которой 15% голосов. Третье место и 11% оценок опрошенных у Тульской области. А какие фестивали ждут жителей и гостей города этим летом, узнаете в сюжете. В Севастополе нет вопроса, куда сходить. Есть вопрос, как успеть посетить все интересные мероприятия. Кроме традиционных праздников Дня города и Дня военно-морского флота, в Севастополе ежегодно проходят яркие летние фестивали. Насыщенная программа привлекает тысячи туристов, в том числе и зарубежных. Останавливаться на достигнутом Севастополь не собирается. В этом сезоне фестивалей в Севастополе будет больше. Вообще, я надеюсь, что с каждым годом мероприятий событийного туризма будет становиться все больше и больше. Ближайший культурно-патриотический фестиваль – День исторического бульвара. Праздник приурочен к 235-летию нашего города-героя. В программе мастер-классы, выставки, реконструкции, история панорамы, интерактивной площадки для детей и взрослых, а также концертная программа. Гостей и жителей города ждут здесь 10 июня. А следом стартует фестиваль ландшафтного дизайна «Севастополь в цвету». Район артиллерийской бухты украсят огромные букеты и оригинальные цветочные композиции. Будет в том числе один из ландшафтных дизайнеров из Лондона. Британец привозит свою работу, несмотря на какие санкции. Севастополь потихоньку приоткрывается для мира. И все больше и больше людей снова сюда едут со всех уголков нашей планеты. Очень красивое будет мероприятие. С 9 до 17 в районе Ивушки будет идти этот фестиваль. Его делает общественная организация «Севпарки». Правительство города помогает организационно. Также 10 июня начнется международный фестиваль военных духовых оркестров. 12 июня музыканты пройдут маршем по улице Ленина. А после шествия на площади Нахимова состоится концерт в честь Дня России. В середине июня на Михайловской батарее стартует традиционный фестиваль «Алые паруса». По словам Олега Берковича, все июньские мероприятия посвящены Дню города. А вот июль встретит всех спортивными праздниками. 21-22 июля в Севастополе пройдет второй «Эксфест». Он объединяет профессионалов и любителей экстремальных видов спорта со всего мира. И здесь, в Артбухте, и на горе Гасфорта, большое спортивное мероприятие. Там будет и этап чемпионата России по вейксерфу, и будут скейтерские соревнования. Август станет месяцем фестивалей в сфере культуры. 4 августа начнется ежегодный ЗБ-фест. Музыкальный праздник с участием группы «Ленинград», «Егора Крида», «Вадима Самойлова» и «Лок-дог» взорвет аккордами и эмоциями виноградники золотой балки. Очень классные артисты, 100% успешные. И, конечно, мы в прошлом году его поддерживали. В этом будем поддерживать максимально, чем можем. Потому что такие мероприятия, конечно же, в городе должны быть. Они создают жизнь. И это прям очень здорово, что золотая балка его делает. Один из самых масштабных фестивалей опера в Херсонесе ждет 10, 11 и 12 августа. Напомним, Олег Беркович был одним из организаторов этого мероприятия в 2017 году. Тогда музыкальный праздник посетили Владимир Путин и глава правительства России Дмитрий Медведев. «В этом году будет не только галоконцерт, но будут и оперные постановки. Будет больше площадок внутри Херсонеса. В общем, фестиваль растет и развивается». В культурной жизни города участвуют и байкеры. 17-18 августа «Ночные волки» устроят очередное байк-шоу. «Это сверхмассовое мероприятие. Десятки тысяч гостей там ожидаются со всей страны. И, конечно же, и правительство Севастополя тоже будет его поддерживать. Мы тоже будем помогать организационно в те моменты, где нас попросят». А уже на следующей неделе в Севастополе пройдет еще один знаковый для нашего города праздник. «Очень важное для города мероприятие. Оно такое имиджевое, которое подчеркивает образ Севастополя как патриотического центра, как города русской славы, как гордости русских моряков. Это, конечно же, Севастопольский офицерский бал, который в этом году тоже проходит в рамках большого празднования Дня города. Он пройдет 11 июня. Большая гордость берет от того, что это происходит здесь, в Севастополе». В начале сентября запланирован традиционный фестиваль на Федюхиных высотах. Ротоборцы готовы вновь удивить гостей мероприятия. Их ожидает интересное и насыщенное событиями лето. О том, как это было, смотрите в эфире нашего телеканала. О фестивалях в Севастополе узнали подробно Святослав Данилов, Татьяна Бурдастых, информационный канал Севастополя. А тем временем в городе продолжается ликвидация незаконной торговой деятельности. Во вторник представители управления потребительского рынка и сотрудники полиции пресекли лоточную торговлю по улице Юмашево. На месте события побывал и наш корреспондент Михаил Кумбров. Мирная лоточная торговля по улице Юмашево заканчивается с появлением сотрудников полиции и представителей управления потребительского рынка. Вся продажа здесь незаконная. Без документов, накладных, санитарных книжек. Противостояние сторон начинается мгновенно. Через несколько лет у меня спрашиваете, какие документы. Продавцы не согласны с предъявленными требованиями. Появлению нашей съемочной группы тут тоже не рады. Мероприятия по борьбе с незаконной торговлей ведутся с прошлого года. А сейчас этот вопрос коснулся стихийной продажи сладков. По словам начальника управления потребительского рынка, всем предпринимателям предлагали добровольно освободить занимаемую территорию и вести свою деятельность на рынках легально. Однако продавцы в установленный срок требования не выполнили. На сегодняшний момент порядка 600-700 свободных объектов на рынках есть, где можно законно встать и осуществлять свою деятельность. У нас есть полная связь с центром занятости, где порядка тоже полутора сотен свободных мест именно в сфере торговли. Однако предприниматели на сегодняшний момент избирают метод осуществления своей деятельности. Это путем самовольного размещения и продажи незаконно своей продукции. После непродолжительной перепалки представители управления потребительского рынка приступают к изъятию товара и демонтажу торговых мест. Фрукты собирают в мешки и опечатывают. Позже все доставят на склад. Предпринимателям выписывают штрафы за незаконную торговлю. Однако и с таким порядком предприниматели не согласны. Начинается аттракцион невиданной щедрости. Товар продавцы спешно передают всем желающим. Целыми лотками выносят то, что не успели конфисковать. Прохожие хватают без разбора бесплатный товар. В этот момент их мало волнует безопасность продуктов. Так у незаконных предпринимателей находятся заступники. А после сборов на площадке стихийной торговли остаются только грязь и мусор. На привозе человек купил, они же не дают документы. Они поехали в Симферополь, кто вам выпишет, допустим, накладной, никто не выпишет. У нас же нет, опять-таки, законных оптовых рынков, где конкретно человек может приехать и выписать эти накладные. Ведь у нас же ничего для этого не предусмотрено. Мы же ничего не можем, у нас, получается, прав нет. В России условия для незаконной торговли строжи. Только за этот год, по словам Дениса Ильина, ликвидировано более ста нелегальных объектов павильонной и лоточной торговли. Начальник управления потребительского рынка выслушал претензии продавцов и ответил на все вопросы. Все незаконно. Это не у нас все незаконно. Это человек незаконно поставил, и все. Как это может быть незаконно? А вам в аренду сдал. А вы кому-то сдаете, теперь платите деньги. Как может быть незаконно? Только вместо того, чтобы вставить нормально на рынок и платить деньги. Сейчас проблемными районами, где ведется незаконная лоточная торговля, остаются проспект генерала Острякова, площадь 50-летия СССР. Такие мероприятия призваны очистить город от нелегальной продукции и будут проходить ежедневно. А затем, как в Севастополе ликвидируют стихийные торговые точки, наблюдали Михаил Кумбров, Павел Булгаков, информационный канал Севастополя. Подвижные пески бывают не только в пустыне. С аналогичным феноменом столкнулись и в Мурманске. Началось все много веков назад. Тогда на берегу Белого моря добывали соль. Выпаривали ее из морской воды на кострах из соснового леса. Деревья уничтожили и корни перестали удерживать рыхлую почву. Теперь пески здесь движутся и угрожают местным поселкам. Сейчас ученые решают проблему с помощью высадки луговых трав и деревьев. И в завершении выпуска о погоде. 6 июня в городе переменная облачность. Днем, возможно, кратковременный дождь. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 12 до 14 градусов тепла. Днем 26-28 со знаком «плюс». Это были все новости к этому часу. Еще больше интересной информации смотрите на нашем сайте xtv.ru. Телефон редакции 54-51-12. В студии работала Левтина Игнатьева. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...